Привет всем! Меня зовут Елена. Я в Нидерландах в садовом центре. Посмотрите, какие огромные стрелицы привезли. Цена такого растения 30 евро. Есть стрелицы и поменьше. Их цена 2 евро. Для сравнения. Есть еще разнообразные фитусы от 2 евро. Видите, необычно. Твол сделан с помощью мешковины. Есть гораздо крупнее экземпляры по 8 евро. А рядом вот такое интересное растение, которое называется рипсалис. Вот здесь написано, как за ним ухаживать. А это флибодиум с изрезанными листьями. Ой, вижу вдали какие-то интересные растения. Сейчас подойду поближе, посмотрю, что это. Оказывается, это рипсалисы. Посмотрите, какие интересные у него листики. А это растение тоже интересное. Посмотрите, как красиво заскручен его ствол. Это пахира. Ее цена 15 евро. А рядышком по 5 евро. Что бы вы думали? Да, конечно, это кокос. И из него выросла кокосовая пальма. Да уж, стрелиться своим размахом впечатляет. Достаточно крупное растение. А это растение вытянуло свои веточки к свету. Оно называется коллизия. И его цена всего лишь 1,5 евро. А это комнатный канифер. Я так понимаю, что это папоротник, который можно вырастить дома. И вот тоже множество папоротников. По цене 1 евро. А это растение займет полподоконника. Это аллоказия. Растение ядовитое, к сожалению. Вот такой у него пятницкий ствол. И по 1,5 евро факсия. Листья на подобе клена. А это вьющееся растение называется дисхидия. Удобно, когда покупаешь незнакомое растение. И сразу можешь узнать, как ухаживать за ним. И цена его всего лишь 3 евро. 10 евро. И вы счастливый обладатель юки. Которая, смотрите, как интересно растет. Штамбовое растение. А огромное, как в лесу, растение 30 евро. Для сравнения размеров. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал. Буду рада с вами пообщаться. Пишите сообщения. Задавайте вопросы. Всем хорошего настроения. Это стрелиция. Напоминаю. Стрелиция Аугуста. Вот ее бирочка. Пока. До новых встреч.